Очередь на краевую станцию переливания крови образовалась еще в 8 утра. Сейчас 11, а людей меньше не становится, хотя через час прием доноров уже закончится. В коридоре ожидают около 50 человек. Не меньше 100 уже прошли через регистратуру и выполнили свою так называемую миссию на сегодня. В среднем на процедуру уходит от 5 до 15 минут, забирают 400-450 мл крови. Первый раз, к сожалению. Долго собиралась, но увидела в интернете объявление. Думала, что как раз, видимо, настал мой день. Я сдаю третий раз. Получается, 18 лет сдавал. Когда не исполнилось, я начал сдавать. Потом 3 года сейчас учусь. Ну и появилась возможность, я решил прийти ждать. Валентина Григорьевна сдает кровь уже 28 лет. Звание почетного донора получила еще в 95-м году. На здоровье не жалуется, наоборот, говорит, что только молодеет. Я работала на судне. У нас Курков был капитан как-то, да, в 82-м году. И он сильно заболел. И ему нужна была кровь. Я работала в бухгалтере, бухгалтером. И вы знаете, мы все собрались. Крови вообще не сдавала. Думаю, пойдем сдавать, пойдем. По моему операцию как раз сделали. И вы знаете, сдали кровь. Человек, по-моему, он вроде бы даже выздоровел был. Все было нормально. И вы знаете, так потихонечку. Потом еще кому-то. Потом соседи попросили, пошла сдала. И вы знаете, так все нулась. Ну, сдаю, помогаю людям. Всемирному дню донора уже 12 лет. По традиции в такой праздник всегда много желающих помочь. Кровь и ее компоненты постоянно нужны в родильных домах, детском отделении, онкогематологии, операционных и других медучреждениях. Во Владивостоке нехватки материала не отмечаются, но потребность в донорах ежедневная. Вообще в Приморском крае больше 24 тысяч человек, которые участвуют в донорстве. Цифра очень хорошая, да, на самом деле. И, конечно, вот служба крови заинтересована в активных донорах. То есть донорах, которые постоянно посещают, регулярно посещают станцию переливания крови, сдают кровь. Это категория доноров обследована, это категория доноров надежная. Чаще всего мы их приглашаем для получения вот этих нужных компонентов, как, например, концентрат тромбоцитов. Бывает, что люди приходят просто сдать анализы и узнать результаты, остаются потом в качестве доноров. Обязательные условия – совершеннолетие, вес больше 50 килограммов и отсутствие каких-либо медицинских противопоказаний. Пришел донор для приготовления тромбоцитной массы. То есть заявка поступила с детской больницы, нужны тромбоциты ребеночку, он к больному. Мы вызвали донора, обследовали его и посадили на аппарат. В таком положении молодой человек может провести до полутора или двух часов. За процедуру получит 5000 рублей и справку для освобождения от работы на два дня. Другим донорам – по 700 рублей. А сегодня еще и сладкие подарки. К празднику подключились благотворительные организации. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.